Наше хозяйство, оно семейное. Тут практически все члены семьи работают в нашем хозяйстве. Это наш отец Александр Петрович, брат мой, я, невестка братова жена, моя жена. Как бы все мы каким-то образом связаны с нашим хозяйством. Хозяйство у нас небольшое. Чуть-чуть больше 300 гектаров у нас всего. То есть, у нас два направления. Это в растеневодстве мы занимаемся семеноводством азимой пшеницы и азимовой очменя. То есть, размножаем от оригинальных до элиты. Ведем продажу. То есть, практически 100... Да, площадь хозяйства небольшая, но у нас 100% семенные посевы. Мы являемся базовым хозяйством для зерноградского НИИ Донской. Мы уже с ними там на протяжении 6-7 лет работаем. Активно, то есть, представляем их сорта. Также мы сотрудничаем, для нас являются партнерами. Это Краснодарский КНИИСХ имени Лукьяненко. Да, то есть, присутствуют... Национальный центр зерога. Да, да, да. Называется, ага. Вот мы как бы и с ними сотрудничаем. Вот в направлении. Выращиваем сахарную свеклу там также дополнительно. Еще мы занимаемся выращиванием КРС, мясного направления. Это порода Геррифорд. Мы в 2018 году стали племенным репродуктором по этой породе. Приобрели как бы статус племхозяйства. Ну, сейчас как бы развиваем направление это мясо. То есть, убой у нас существует, убойный цех. И мы занимаемся сейчас именно... Идем на развитие именно мраморного мяса. То есть, выделение настейки, выдержка и все сопутствующее. А Геррифордами, мясное направление когда у вас появилось? С Геррифордами мы занимаемся с 2012 года. У нас до этого было немного калмыков. Потом мы уже с 2012 полностью только Геррифордами. Да, а почему от калмыков отказались? Ну, знаете как, это такая ситуация была. Мы в 2012 году приняли участие семейная ферма. Конкурсы. Да, как бы победили. Ну, и в Минсельхозе мы будем выращивать калмыков. А тогда был замминистра Виктор Михайлович Захарченко. Он говорит, слушай, в вашем это районе-то с калмыками. Вы что, совсем? Надо на более интенсивные... А мы как бы не до конца понимали разницу. Да, вот о разнице как раз интересная. То есть, разница очень значительная. В чем преимущество? Это, в первую очередь, очень спокойное животное. То есть, темперамент несравним. Даже вот мы племпродажу делаем, но в основном быков приобретают это Волоград, Калмыкия, Дагестан, восточные районы Ставропольского края. Они для улучшения работы, в первую очередь, это по калмыцкому скоту идут и по красностепной. То есть, это получается уже межпородное скрещивание. Очень хороший результат от этих быков получается. И плавно они таким образом вытесняют и приходят на более интенсивный тип. Кроме темперамента спокойного, еще это более производительные животные. То есть, привес совсем другой. А можете сравнить? Ну, то есть, по калмыцкому... Суточный привес. Ну, то есть, килограмм это нормально. То есть, возможно... Гирефор, да. Да, то есть, это стандарт. Ага. А, допустим, ну, полтора килограмма суточный привес, это тоже нормально. При интенсивном откорме. А по калмыцкому скоту поменьше. Ну, да, я думаю, что 500-600. Но я могу, как бы, соврать на этом, потому что, как бы, мы не занимаемся калмыком. Но то, что Гирефор делает 18 месяцев... Ага. 18 месяцев что? Он достигает, то есть, он достигает убойного веса. Какого? Ну, это нет, это где-то даже ближе к 600-600-620 может быть. То есть, 580. Почему мы, как бы, даже... То есть, именно для производства стейков нужно животное, чтобы было где-то 650 килограмм. То есть, меньше, то есть, мрамор нас ниже. То есть, мы, как бы, все часто забивали, не держат до такого веса. А это, то есть, чтобы производство стейков нужен чуть-чуть вес. Вот, грант вы получили на семейную ферму в 12-м году. Это был первый грант ваш. Да, мы успешно его реализовали. Мы построили... Что вы на него приобрели? Был приобретен техника, там, трактор, кормораздачник, миксер, который, можно сказать, тоже революцию сделал, как и скот. Который сейчас вы используете? Да, да, да. Да, очень хорошая машина. И реальная экономия по кормам. Итальянская, да? Ну да, там написано, что он в Белгарии собран, но, по сути, это итальянский. То есть, построили корпус основной, два зерносклада, кормоцех и зерносклад. Построили бойню. Да. Да, ну, КПП, санпропускник. Вот мы и приобрели поголовье. То есть, это было... В 12-м мы получили, в 14-м мы сдали проект. Все, как бы... Потом начали работу, мы поняли, что мы не можем расти. Мы находимся в такой зоне, Новоалександровский район, где нет пастбищ. Практически они отсутствуют. Распаханность большая. Да, и сложности. И мы не можем идти по расширению маточного поголовья. То есть, и мы решаем заняться племенным животноводством. Потому что у нас уже были изначально животные готовы. Да, а маточное поголовье, до которого порога вы подняли? Ну, 130, да, 130, да, да. То есть, мы уже не можем идти дальше. То есть, это предел. Да. Но, как бы, мы в 18-м году, то есть, в 14-м начали работу вести. К 18-му году мы заплеменились. Ага. Получили статус племенного репродуктора. Да, и, как бы, с племпродажами, в принципе, довольно, как бы, неплохо шло. То есть, это востребованный скот, то есть, интересный. Все идут именно на улучшение, как бы, Геррифорд. Он, допустим, что по интенсивности может быть подобно Абердин Ангус. Но Абердин, он темный. И вот многие клиенты, которые рассказывали, то есть, пробовали и Абердина, и Шарале, и Геррифорда, и останавливаются на Геррифорде. Ага. Более, к нашей зоне, он более спокойный. И выдержанный. Он у него имеет очень хорошую выносливость. Ага. То есть, если калмыцкий скот, там, говорит, ноги крепкие, то есть, ну, Геррифорда не хуже. По экономике, для вашего хозяйства, это было лучше, да? Реализовать, как племенной скот, по сравнению с реализацией на мясо. Ну, конечно. То есть, но дело в том, что мы, при нашей себестоимости содержания на мясо, это нереально. Ага. То есть, было бы невыгодно. Да, да. То есть, невыгодно, да. Хватает ли вам площади для того, чтобы стадо обеспечить кормов? Нет, не хватает. Сколько вы закупаете кормов? Ну, грубо, где-то 50, если так, в процентах. 50, половина своего, половина закупка идет. То есть, это по зерновой части. Да. Да. То есть, пастбищ Ниджа. Угу. То есть, это и с сеном проблема. И вот там сейчас вот надо вопрос по силосу тоже прорабатывать. То есть, нас выручал в кормлении. Мы все время, там, десяток лет использовали жом свекловичный. Мы, как свеклосдатчики, то есть, в свое время нас заводы заставляли платить за утилизацию этого жома. А мы его выбирали, выбирали и как бы и кормили. То есть, шикарный корм. Он практически ничего не стоит. Да. А в этом году так случилось, что мы даже 50, ну, наверное, процентов 30 только смогли взять жома. Первая причина не урожая сахарной свеклы, а вторая причина заводы теперь сушат. Ага. И он в довальческих товарах полностью исключен. Там нет позиций жом. А раньше платили. Вот. И то есть, мы, это было для нас полной неожиданностью, что мы жом его не возьмем. Ага. Это не, сейчас тоже как бы мы испытываем трудности в кормлении. То есть, один из основных компонентов просто выпал. То есть, жом позволял так прям значительно уменьшить себестоимость. То есть, он по сути грубо и есть сочный, вот он сочный корм. Ага. То есть, концентраты, жом, сено, солома. Вот это такой набор делался, то есть, оно исключительно получалось. Ну, солома это ваша от зерновых? Да. А сено? Ну, где-то покупаем, а где-то сеем. То есть, там, суданская трава, то есть, идет заготовка, да. А где-то на какие-то неудобья подкашиваем. Где как получится. Скажите, а последние два года рост цель на зерно по вам ударил или не критичным был? Ну, животноводом, да. Ну, понимаете, мы и животноводы, и растеневоды, мы семеноводы. То есть, мы когда продавали цена элиты, там, в августе, в сентябре, а потом стала обыкновенная четверка, стала стоить столько же. Ну, немножко обидно. Ну, что сделаешь? Ну, а для животноводства, это, конечно, прям ощутимый удар. То есть, ну, как бы потом часто цена упала. Ну, все равно это, я считаю, нормальная цена. Но мы пошли еще по другому пути, когда, то есть, тут племь продажа. Но не все, не все, как бы, может продаться племенем. По какой-то, какой-то имеет дефект животное. Как эстетический, так и физический. То есть, ну, человек хочет, он хочет красивого быка приобрести. А у него есть что-то, рог, там, или еще что-то не то. То есть, он, естественно, никуда не продастся. Хорошо, сейчас к этому перейдем, Сергей. А скажите, разница какова? Да, вот, если реализация скота на мясо и реализация на племя в цене. Ну, то есть, мы сейчас телку пока торгуем, это еще пока, 270 рублей. Килограмм живого веса. Да. А килограмм живого веса, если сдавать на переработку? Ну, это самое максимум, сейчас, что дает, это дает старопольская говядина, деликатес в минводах. Да. Они дают 160 рублей с НДС. Ага. То есть, это 110 рублей разница. Да. Да, это существенно. Ну, они за быка, быка. Ну, мы быка торгуем, цена где-то от 210 до 240. Это все зависит от группы, от возраста животного. Чем он меньше, тем он дороже. Ага. Примерно. Да. Ясно. Но все равно, даже и по быкам разница. Есть, да, есть знаметная разница. Да. И это позволяет рентабельно вести вот этот бизнес. Хорошо. Теперь перейдем к тем животным, которые не продаются как племя. Да. То есть, по разным причинам. Может быть, там, или травма, или мало ли что. То есть, мы начали прорабатывать несколько лет работу с ресторанами. Но, а тут как бы заплеменились. И всплеск продаж племенных. И нам оказалось нечего резать. Ага. Просто. Сейчас мы в 19-м году пошли на вторую семейную фирму. На второй проект. И мы сейчас будем, уже ведем, уже мы получили на один корпус разрешение, уже на строительство проект. Экспертизу прошли. И на второй корпус мы уже тоже все прошли. Осталось разрешение на строительство. Вот сейчас погода как бы улучшится. И мы начнем стройку. Это будет откормочная площадка. Где будем... Это будет уже не наш, как бы, скот. То есть, происхождение. Но это наши клиенты. Кто-то у нас когда брал быков. Мы будем покупать у них. И даже и сейчас уже есть такое поголовье, которое... То есть, от наших там телок животные получили стелята. И мы будем снять корм. И эти животные будут уже, естественно, идти только на мясо. Ага. Мы сейчас как бы начали заниматься... Открыли мясную школу. Это, то есть, с нашим товарищем, партнером, который когда-то тоже у нас первый раз купил Грифорда. Начал заниматься. И он ушел в сторону ближе к мясу. И мы с ним, как бы, в кооперации занимаемся этой мясной школой. То есть, суть мясной школы в том, что БК идет не просто как техническая промышленная разделка. А идет помышечная, то есть, ремесленная. То есть, в каждом... в БК, то есть, не каждая мышца одинакова. Вот классический стейк – это, то бишь, спина. БК – это рибай, стреплоин, ну, вырезка еще, филе миньон. Но есть масса мест, где можно взять тоже неплохое... Это мясо мягкое, нежное, в принципе. Но оно чуть-чуть будет другим, как классический. Классический стейк очень дорог. Вот если в 650-630, БК весом, то килограмм 30-32 килограмма стейка. Я заживу вес, говорю, 600 там, да. То есть, 10-12%, не больше. Это убойного веса, 10-12%, уже в мясе. Но из лопатки, из шеи можно выделить еще дополнительные, так называемые альтернативные стейки. Где ценник уже значительно ниже. И человек на начальном этапе может сначала попробовать подешевле, понравится-подравится. То есть, и где-то еще такое же количество можно стейков выделить оттуда. То есть, вот и что, как бы, основа для стейка? Это несколько групп. Первое – это должна быть порода. То есть, это позволительно абердин и рефорд. Второе – откорм. Это зерновой откорм. В первую очередь. То есть, где больше содержания жира будет в мышцах. То есть, рисунок мраморный. Потом идет выдержка, в первую очередь. То есть, мясо после убоя мы выдерживаем где-то около 14 суток. То есть, у нас есть опыт, где мы держали 25. И ничего не происходит. Что зазаревало. Да, мясо зазаревает. То есть, оно подвергается ферментации. То есть, мясо совершенно другое становится. Даже вот когда, то есть, когда-то я считал, что парное мясо – это самое классное. И заблуждался, признаю. То есть, это совсем не так. То есть, мясо должно быть, выдержаться. А потом идет разделка этого мяса. И это вот четвертый фактор. То есть, это разделка. Правильная разделка. То есть, выделение. И уже пятый – это продукт, как приготовить. Просто, и это тоже немаловажно. То есть, есть вещи, которые там по 2 минуты с каждой стороны. И все. И готово. То есть, стейк – это продукт для ленивых. То есть, сильно таланта не нужно. То есть, раз-раз – и готово. Поперчил, посолил. И все. А также, там же и ребра, и уже идут. То есть, в принципе, как бы американцы в этом, англичане, американцы, то есть, это делали лет 300. И они в этой культуре, как бы, превзошли всех в мире. То есть, если мы возьмем историю последних 300 лет России, то война, то голод, то революция, то еще война. То есть, мы постоянно, у нас хлеба не было. А в это время в США, Канада, Англия, то есть, они дегустировали мясо. Они учились этому 300 лет. Экспериментировали. То есть, и они получили громадный опыт по мясу. Который мы хотим сейчас, как бы, в это тоже воплотить. И, то есть, у славянское население не совсем готово есть говядину. То есть, это отношение старая корова, которая будет, как керзовый сапог. Это не так. То есть, вот мы даже, вот когда в мясной школе, мы часто делаем тартер. Это сырое мясо. То есть, мелко покрушенное. То есть, и когда вот приготовятся, то есть, люди не понимают, что это мясо. Больше на рыбу похоже. Да, а это, это, это говядина. Вот. И, как бы, мы хотим этим показать, то есть, как, ну, как работу, вот, хотя вот Мираторг, Заречная. Мираторг очень большую работу провел по поляризации стейка. Да, то есть, они, как бы, это задали моду. Мы сейчас хотим показать, что, смотрите, ребят, мы можем не только классику, но можно и что-то подешевле. И, как бы, чтобы народ чуть-чуть изменил отношения. И мы поэтому занимаемся этой мясной школой. То есть, второй грант у вас будет предусматривать вот это направление, да? Да, мясо, мясо. Мясное. И в основном он будет базироваться на животных, которые не находятся на вашей ферме, а они у партнеров ваших. Да, но мы их будем... Это кооперация, да? Ну, можно и так, в принципе, назвать. Угу. То есть, это не в прямом... И это не чистые рефорды будут? Будут, но уже у многих наших партнеров уже чистые. То есть, они, то есть, или там 75-процентные вот такие. Угу, угу. То есть, ну, все-таки цель на откорм максимально чистых ставить. Угу. Приближенно. То есть, ну, если немножко небольшая помесь будет, ничего страшного. А географически эти партнеры близко от вас, или... Ну, то есть, наши партнеры где-то ради 150-200 километров. Угу. А потом реализация через каких-то... Через вас реализация? Да, да. Через реализация... Нет, мы просто будем животных выкупать и ставить на откорм. А, и ставить на откорм... Здесь уже. Уже в каком возрасте или какого веса? Ну, это где-то побольше 200 килограмм. Ага. И будете до 100 доводить у себя, да? На своей базе. Угу. Ну, это же вам потребуется много зерна, да? Вы готовы на покупном корме выращивать их? Ну, по-видимому, да. Откармливать. Да, но мы сейчас как бы плавно попробуем зайти в это, чтобы потом, ну, как бы не резко. И, скорее всего, это будет покупное. Но еще мы же как бы семеноводы. У нас же есть определенное количество отхода зерна. Угу. Которое зерно более-менее нормальное. Угу. Да. Да. И речь о каком количестве поголовья? Вот сейчас у вас на ферме общее поголовье 200. Ну, да. А вот это вот мясное направление, оно будет предусматривать какое количество? Ну, где-то голов 300. Голов 300. Дополнительно для отхода. Да. Но у нас, знаете, как все время, то есть, поголовье идет, кто-то родился, кого-то продали. Вот сейчас мы будем, сейчас мы готовим на продажу, там, вот, там около 40 голов в тёлке. Угу. В Алагородской области. Угу. То есть, уменьшится раз по голове, сразу по, то есть, у нас не будет уже. То есть, вам надо будет расширять и помещение для навеса. Нет, да, два корпуса, да. То есть, это будет чистый откорм. Силос, вы будете заниматься силосом? Да. Теперь я думаю, что с жомом вопрос уже будет закрыт. Скорее всего, больше у нас его не будет никогда. Ага. Мы его не сможем, да. Поэтому сочный корм вам. Да, да, да. То есть, мы нам жом, нам что, хорошо, что он позволял без силос работать. Угу. Угу. А сейчас прям тяжело, тяжковато. Как экономика складывается, вот с учетом того, что вы в другой цене основную часть выращенного поголовья реализуете? Ну, вот как раз вот эта разница племпродажа, она и является прибылью. Ага. А так было бы по нулям. Да. Да? Может быть, даже минус. В ваших условиях. Ясно. А вот в связи с этим, если по нулям или даже в минус, а если откорм, он не приведет ли к тому же, что будет и по откорму минус или ноль? Вот это новое направление, которое... Ну, вот поэтому мы и идем в стейковую культуру. Это направление. Да, то есть мы не будем, ну, как бы не то, что не зарекаясь, может и будем с мясокомбинатами где-то сотрудничать. Но цель – это стейк. Угу. То есть, потому что шанс в ноль уйти будет очень велик. Ну, да. А скажите, вот по продажам через интернет, вы сейчас уже реализуете что-то через интернет? Нет, именно как интернет-магазин пока не работает. Мы его только создаем. Он уже как бы каркас собран, но он это еще пока не работает. То есть, тут еще в чем сложности. Ну, это мясо будет сухой выдержки. То есть, это под клиента готовится. Угу. То есть, имея клиента, мы грубо там через две недели дадим стейк. Угу. То есть, мы сухую выдержку сделаем, все как положено, и только через две недели можно получить. Угу. Ну, это гурманы. Угу. Это рестораны и любители. Ну, это будет маленькая доза, да? Маленькая часть стейкового направления. Ну, где-то, я думаю, что 50%. А, вот так вот, да? Да, там, понимаете, там вот сама система американской разделки мяса не совсем как в Советском Союзе. То есть, разбор быка происходит помышечно. То есть, допустим, есть такое блюдо, освобоко называется. Это голяшка, только часть голяшки, которая распиливается такими пятаками. Вот такими делается. И готовится. То есть, это, но она не быстро, как стейк готовится, там, 4 минуты, а это будет отушить нужно. Но это другая кухня. И мы вот это предполагаем, то есть, полностью разбор. Ну, я вот буквально вчера по Москве ходил и смотрю обыкновенный кусок мироторговской говядины. Ценник 89 рублей. Думаю, не понял, что это. Это 100 грамм. То есть, это цена, там, 900 рублей простая мякоть. Это не стейк. За килограмм. Но хорошее мясо не может стоить дешево. То есть, потому что говядина, в отличие от свинины и курицы, быстро не растет. Да, и то, что мы, допустим, можно смело есть, это только осталось баранина и говядина, потому что особенности пищеварения животного не позволяют интенсивно применить пищевые антибиотики. То, что применяется у курицы и применяется в свинине. А здесь нельзя это сделать. То есть, это экологически чистое мясо. И, то есть, подделать нельзя. Там, да, сейчас кто-то пытается там на пробиотиках в это уходить. Ну, пока еще там больших результатов не получили. А вы добавляете, кстати, какие-нибудь? Нет. Нет. На кислоты? Ну, витамины. Витамины добавляем, да. Потому что, как бы, скупность питания есть определенная в этом году. И поэтому... Это засуха связана, да? Ну, и засуха в том числе, да. То есть, есть проблемы. Вы когда балансируете рацион, вот молочные скотоводы, они рассчитывали, там, сколько белка в каждом планете? Ну, нет. Ну, как бы, видимо, мы еще до этого пока не дошли. Вот когда будем, надо степень мраморности высокую иметь, то придется и, возможно, это делать. Ну, а сейчас как вы рацион рассчитываете? Вы же исходите из каких-то? Ну, те, которые нам за техник, у нас нет своего, то есть, помог. То есть, приблизительно мы по весу комбикорм, большая часть это кукуруза. То есть, на откорме кукуруза, это, во-первых, чуть-чуть дешевле, чем ячмень. А, во-вторых, более полезным будет именно для животного. А тут еще вот, которая про это, проблема, которую я хотел вот даже и на съезде озвучить. Да. То, что нет, существует такое понятие регионализация. Южные регионы, это СКФО, ЮФО, весь скот вакцинирован ящером. И вывоз до границ Воронежской области. Все, выше подняться нельзя. И, то есть, экспорт невозможен. То есть, запрещен даже мясо на кости. Вывоз. То есть, бескостная или термическая обработка. Вот. И я хотел этот вопрос. Как я вижу этот вопрос? То есть, если, особенно племм хозяйства, они все-таки более контролируемые. И они более выдерживают все нормы. То есть, если хозяйство выдерживает ветеринарные нормы, все требования ветеринаров. То есть, нужно позволить хозяйству отказаться от вакцинации по ящеру. То есть, если они выдерживают. И тогда появится возможность выход на какие-то другие рынки. Да. То есть, есть масса желающих. Казахстан, Армения. Ну, даже Центральная Россия. Закупить у вас. Да. То есть, поначалу мы вот в 16-м году Липецк, Тула продавали. Потом закрыли. И как мы узнали, у нас уже отбор произошел на Крым. Мы отобрали, нам уже ВАНС проплатили. Все, уже мы карантин выдержали. Начинаем получать согласование, а Крым не пускает. То есть, бах, и сделка рвется. Да что же, в животноводстве даже, в племенном животноводстве даже сделка длится месяц-два. То есть, по пшенице быстро продал, купил и все. А тут это долго. И я считаю, что нужно дать, по особенности племхозяйствам, дать такую возможность. Не вакцинировать? Не вакцинировать, да. А это бич, это бич у многих всех скотоводов. То есть, как из этой ситуации выходить? Ну, я думаю, это хозяйство удержится на плаву. И даже не то, что на плаву, оно будет двигаться вперед. Потому что оно занимается не только животноводством. Они уже построили убойный цех, они занимаются реализацией мяса. Они пошли на переработку. Они пошли дальше. И у них еще как добавочное идет. Они занимаются не только растениеводством, но и семеноводством. Понимаете, они занимаются несколькими направлениями. Как говорят, яйца нельзя хранить в одной корзине. Вот этот самый случай, когда яйца хранятся в разных корзинах. И в любом случае, если животноводство работает в этом году в связи с ценовой политикой в убыток, то растениеводство работает. На следующий год никто не знает, какая будет ситуация. Поэтому, работая по разным направлениям, хозяйство себе обеспечивает стабильное будущее. Уже какой-то задел на будущее, уверенность в завтрашнем дне.